нет нет не масочка я хочу быть оленем вот это мое в чем привет 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 всем привет сейчас к нам присоединится моя валя у нас последнее время такая сложилась тенденция что мы ведем эфир разговариваем о очень нужном и серьезно а после этого делаем маленький эфир называется на поболталки так что можете привет привет всем привет задать свои вопросики валя присоединяйся сейчас валик нам присоединиться и мы немножечко продолжим если есть вопросы пишите с удовольствием отвечу ты мне машешь я тебя прошу присоединиться а не помахать вот есть спасибо за лайки спасибо спасибо большое опять моя маска куда-то делась потому что валя подключается на правом нижнем углу есть где маски еще два два лица черночка видишь где маски что у меня есть ну вот правый нижний угол там есть два лица человечка вместе видишь их или нет или их уже нет у меня есть два вопроса стрелочка хорошо когда ты перед тем как ты добавляешь меня в эфир у тебя с правой стороны идет сначала окошко где ты можешь делать презентацию потом следующие идут маски и следующие на смайлика вместе ты туда нажимаешь выбираешь любого человека из тех кто у тебя в эфире ты можешь добавить его сама пригласить нет сейчас наверное нет я тебе говорю пока я не вижу так кто присоединился я рассказывал я рассказывала сейчас я рассказывала сейчас о том что у нас сейчас но новая такая тенденция мы сейчас разговариваем и ведем эфир о конкретной теме а потом просто потом выходим называется на поболтать мне вот эта маска понравился не знаю будет видно здесь и нет сейчас а нет сейчас не видно там еще снизу подписи всякие разные были я так смела сегодня ой сердечки а я олень это любимая это вот эта маска вот вот люблю я поняла надо к тебе зайти посмотреть эту маску к себе скопировать вот такие темы интересно напишите обязательно их обсудим задавайте вопросы кстати по поводу консультации да они скоро тоже закончатся все бесплатные консультации так как во время карантина я вела бесплатные консультации да друзья на самом деле сейчас карантин очень большие возможности абсолютно для всех как и для работающих мастеров так и для новичков потому что абсолютно каждый сейчас в любой сфере начинает раздает ценные знания бесплатно очень много и все эти знания они продают точно так же на курсах после карантина это все будет продолжаться ну ты знаешь сейчас такие элементарные вещи о которых ты мне сегодня сказала как я могу это продавать потому что мне не жалко рассказать сейчас даже такие элементарные вещи как анихолизис продают ну то есть конечно анихолизис продают я сама покупала курс анихолизис он стоил четыре с половиной тысячи или четыре четыре тысячи он и сейчас так стоит что можно на четыре тысячи наговорить ты понимаешь рассказывается все детально мастера не знают я мастер эстетист я откуда я должна знать что-то про анихолизис и там был сначала тема была только ноги потом туда бонусом добавились руки много всего рассказывается показывается причины разбирается каждая причина вероятность что делать как делать где делать когда делать и этот курс мастера подологи покупают мои у меня девочка я тоже очень с ней близко дружу после одного из курсов я на каждом курсе нахожу себе близкую душу по одной девочке вы делаете по одной девочке вот на таких массовых курсах за что я их обожаю там всегда можно найти родного для себя человека это девочка из Перми вот и она покупала этот курс два раза второй раз его продают со скидкой 50 процентов для того кто первый раз уже купил потому что кое-какие детали забылись она после декрета решила выйти восстановить поэтому курсы покупаются курсы продаются курсы создаются и на нашей ну вот сейчас я не знаю сколько нас будет слушать мастеров открою такой секрет что потом вы это будете покупать что анихолизис ну то есть мы не берем сейчас анихолизис который с присоединениями то есть ни псориаз ни присоединения бактерий и грибков то есть обычный анихолизис причина анихолизиса давление убираем давление убираем анихолизис а это ноги 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 руки но руки это но опять этот анихолизис появился когда при появлении гель-лака правильно пока не было почему если на ногах если на ногах допустим латеральный анихолизис да это анихолизис между первым и вторым пальчиком он не всегда появлял появляется от гель-лака человек может не пользоваться вообще никогда гель-лаком но у него пальчик вот так отведен то есть вот этот большой он вот так не знаю показать вот так ко второму то есть если это первый считает пальчик и все вот он у тебя анихолизис вот здесь причина давления убери давление не будет анихолизиса но тем не менее это редкие случаи были эти случаи практически у каждого второго клиента так причина нет просто раньше на них никто не обращал внимания понимаешь а сейчас это стало массово доступно и все начали обращать на это внимание раньше все ходили с этим анихолизисом и никто даже не говорил ой у меня анихолизис а сейчас у нас все стали умные все везде понахватались понаслушались и когда говорят что ой у меня анихолизис год а я пью противогрибковые таблетки целый год чтобы у меня грибок прошел кто грибок кто сказал а у меня мастер маникюра сказал что у меня грибок на анихолизисе ну понимаешь да вот надо вот такую сразу сделать да еще вышла в эфир я вообще не в эфир а в истории я вообще так сидела и смотрела думаю кто ее выбесил причина давления не всегда деформация стопы причина давления может быть ваша узкая обувь причина давления может быть что у вас не совсем коротко остриженные ногти на ногах и вы спортсмен вы бегаете и постоянно делаете упор на пальчики да то есть соответственно у вас дистальная михолизис туфли лодочки ну и деформация стопы естественно после того как вы поносили туфли лодочки 10 лет конечно деформация стопы я всегда перевожу своим клиентам пример мне очень нравится он что советское время был как трудовой строй и для того чтобы максимально все были здоровые была самая идеальная обувь ровный нос сроки квадратный и два сантиметра каблук и неважно это мужская обувь была или женская ну каблуки выше были но опять же допустимая высота была пять семь сантиметров не выше шпилька уже появилась потом и я говорю вот это вспомните эту обувь конечно ее никто не любит ее никто не ценит но тем не менее это почему сейчас сейчас очень ты посмотри ты в моду последнюю видела ботега винета вот такие квадраты ну наконец-то возвращается а когда я была тогда подростком это какие-то были годы двухтысячные когда вошла в моду вот это вот остроконечные носки я ну это классика она как бы осталась классика а нет классика осталась в чем в туфельках в красивых женских туфельках а был период я не знаю может быть он в провинции держался был период где-то год кроме острых 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 таких лодочек как у волшебника из лампуаладина другой обуви еще вот так больше чем я поняла то есть вот тут заканчивались у тебя да это был я их очень хорошо я их хорошо помню да я их помню знаешь как они у меня запомнились слышишь да да конечно они мне очень хорошо запомнились у меня была такая история это было 18 лет назад по-моему я сдавала на права и это была еще машина вас 2107 и ну я не знаю если здесь есть те кто учились на механике еще ездить да то есть там сидит с тобой рядом инструктор на экзамене и ты сидишь да то есть ты едешь а у него педали у него вторые педали и он может нажимать этими педалями вот и короче я поднимаюсь на горку на эстакаду я должна была остановиться ручник по моему потом опустить и поехать дальше то есть я останавливаюсь делаю этот ручник и у меня этот нос нос попадает между там где его зажимают то есть и у меня этот нос делается вот так то есть этот эти башмаки я вообще запомнила и просто потом вот этот башмак у меня вот так нос этот висел переломанный из-за того что я его просто защемила педалями инструктора что такая веселая история у него так слышно? да я выключила я сначала включила маску я только включаю маску ты у меня начинаешь виснуть сразу и ты у меня начинаешь виснуть буду сидеть смотреть на тебя красиво в итоге спрашиваю а ты сидишь вдалеке со второго раза да со второго раза причем даже не платила хотя была возможность да была не услышала была возможность заплатить тогда тогда все покупалось и вообще было очень много знакомых можно было ездить вообще без прав просто так вышла на права учиться были такие времена когда было можно все но со второго раза но я чисто принципиально сама хотела сдать у меня такой был прям нет я пойду сдать сдавать сама тем более я уже до этого конечно была водителем я уже ездила но без прав у меня как это из того анекдота где получала права в кафе на Дерибасовской а может подарил в розовой коробочке да вот так это история у меня уже права лет шесть семь и я не вожу автомобиль я Славик я очкую не это я вожу я вижу за четыре с половиной часа из Москвы в Ленобласть шестьсот километров да да я вижу сколько ты выкатываешь туда-обратно два раза в неделю ну да мы получается за неделю да едем туда и обратно даже наверное три может быть получается три раза в неделю ну это наверное да ну это сейчас потому что я не работаю поэтому скорее бы на работу это точно девочки вопросов нет что будем обсуждать ты не покупала курс бразильские попки курс бразильские попки шо с бровя это 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 никто не осведомлен это мода сейчас такая да как да но сейчас у меня сегодня после ламинирования поэтому они еще такие блестящие большие завтра я их смою и они будут уже не такие мне надо классные большие мне надо было брови не рисовать мы бы с тобой это были ты с бровями я без контраст не ну у меня не нарисованы у меня свои свои но на ламинирование сделали просто они у меня уже лежали так просто было ужасно за два месяца это было вот вот такой вот это на самом деле на самом деле мечта любой девушки такие брови из них можно конструировать и узкие и широкие и длинные и короткие ну да но только когда руки из места растут как я говорю тогда конечно а когда случился кризис коронавирус и всех заставили сидеть дома и негде было сделать это было конечно катастрофа шо с бровями ну класс разрядили нашу обстановку когда вопрос был когда будете начинать работать одному богу известно то есть вы не выходите сейчас вас не выпускают нет хорошо у нас тоже не выпускают но у нас очень много салонов работает подпольно у меня девочки вот сегодня я была да я сегодня была брови ресницы делала так и я им очень благодарна что они работают у меня скажи какая в Москве обстановка с коронавирусом обстановка да какая все спокойно все ходят никто пробки опять начались в Москве машин машин много все выехали на работу ну то есть сегодня там разрешение многие получили на работу но вот на прошлой неделе когда мы были уже начались пробки и то есть уже в 5-6 часов были пробки то есть люди выехали и я не знаю даже когда не разрешали работать так все ходят я сегодня от Менделеевска то есть ну это от Садового кольца до центра я была в центре я была на Лубянке я туда я доехала на такси таксисты естественно спросили пропуск у них стоят такие штучки я вам показала он сразу считал штрих-код что у меня есть пропуск я могу передвигаться ужас короче вообще меня это меня это пугает такие это очень страшно на самом деле что ты не можешь выйти без пропуска из дома вот то есть что пропуск где взяла на МОСРУ зарегистрировали то есть ну через организацию мне сделали пропуск у меня бессрочный пропуск я могу ходить гулять ездить то есть передвигаться спокойно по работе да по работе по работе да вот и что назад я шла пешком решила прогуляться да где-то я полчаса шла и меня никто не останавливал я абсолютно шла спокойно да ходили люди ну стоят милиции стоит милиция полиция вернее никто меня не трогает никто меня не остановил не попросил таксисты меряют температуру нет они не меряют температуру слава богу до этого еще не дошли но таксисты просят пропуск без пропуск у меня подруга хотела поехать там куда-то и вызвала такси и без пропуска ее просто отказались везти потому что штраф то есть останавливают таксистов и штрафуют если они везут человека у которого нет пропуска а так в принципе все спокойно на прошлой неделе я помню даже мы шли по Тверской и Тверская была вся мокрая просто ехали машины и мыли с хлоркой хлоркой так пахло просто ужасно невозможно то есть Москву моют не знаю в жизни наверное так не мыли хотя Москва в принципе чистая спасибо господину Собянину вылизанная просто спасибо Собянину нет ну действительно Москва чистая красивая ухоженная здесь вообще бесспорно вот поэтому сейчас еще ее и моют если честно меня удивило где-то через неделю после того как всем объявили карантин я выглянула из окна и у нас просто на улице ну я так понимаю управляющая компания наверное они тоже все мыли дорогу двор асфальт весь мыли с хлоркой так что вот такая обстановка в Москве наверное просто мне многие тоже пишут спрашивают что там как у вас что у вас там совсем все плохо нет потому что потому что все начинается почему то все началось из больших городов из миллионников и но это же логично потому что здесь количество населения логично не логично ну да пишут ой у вас только заболевших столько заболевших ну сколько ну естественно если у нас такое количество населения живет но не может же быть на сколько у нас сколько я даже не знаю сколько в Москве население не озадачивалось не может быть там двадцать заболевших второй день главное на мысли что пора покупать второй телефон я бы сейчас загуглила слушай у меня есть второй телефон у меня но я практически не пользуюсь это рабочий телефон и мне пришлось его забрать когда нас на карантин отправили потому что туда очень много мне пишут и это просто катастрофа но удобно когда надо что-то быстро посмотреть ну да в новостях показывают что все плохо но нет на самом деле все спокойно никто там кипиши никаких нет никто не пошли все спокойно ходят мы с тобой вещаем нам надо в конце у нас сколько было там шестьдесят семьдесят сто просмотров в конце эфиров наших бывает нам надо с тобой с каким-то скандалом выходить чтобы пару тысяч было сто процентов скандалы интриги расследования надо придумать тему кто подкинет тему если может быть кто-нибудь хочет а можно три человека в эфире я не знаю я не знаю у тебя видишь сто сорок четыре миллиона где-то население москвы да ну вы что нет пошла пошла смотреть иди смотри я мне тоже да не может этого быть я знаю что в моем городе население сто тысяч в одессе население официально за миллион неофициально за 2 миллиона нет ну не столько нет конечно ой что у меня тут почему-то нет этот телефон просто ужасно неудобно сейчас я попробую посмотреть он так а он сказал в россии ну в россии да но как бы не в москве привет привет моя птичка анечка моя зашла анечка ты сейчас где в одессе или у себя на родине вот так вот увидимся со всеми любимыми в эфире не говори так сейчас сейчас мы посмотрим пропадет ну сколько миллионов 20 в москве не знает насилие первый скандал 12 половиной миллионов 12 половиной миллионов половиной в половиной в спасибо за привет да ты тоже ну да пишут вот 12 692 ну это наверное официальное неофициальное конечно больше неофициальное еще половину от этого наверное можно добавить да да а может и на 2 умножить поэтому 20 в самый раз будет ну было 15 по-моему я как-то где-то читала или слушала что-то такое что было 15 ну то есть и что у нас такое количество заболевших конечно это абсолютно нормально у нас сейчас говорят что на нашем районе очень сильно бушует вирус вот где я именно живу вокруг у нас и у нас январь да январь февраль этого года у нас была очень сильная эпидемия именно пневмонии и все когда еще про коронавирус еще не разговаривали по моему да да я знаю очень у многих вообще по россии была эпидемия практически школу закрывали ташка моя ты подписала жду жду твоего отвисания метла в ремонте ковер самолет еще не купила так вот так вот так вот это куда тебя зовут это куда тебя зовут я вот выключила маску отлично да видно так вот и у меня взяла опять включила маску выключай маску у меня у меня у меня просто как только я открываю макбук у меня сразу коннектится и он от моего телефона берет сеть чтобы в интернет выйти поэтому у меня сразу зависло это во время нашего разговора ты в макбуке сидишь да тебе нет я хотела посмотреть я хотела посмотреть сколько людей в москве так ты на маке работаешь ты курс пишешь на маке я люблю айфоны писатель я писатель я кстати по этому поводу вот вчера начала смотреть фильм империя соблазна как как появилась эта компания как они решили ехали в машине и решили apple очень классный фильм мне тоже нравится к просмотру кому кому скучно сегодня вечером ну да так это меня это меня тут это самое а может когда будет курс когда будет курс когда будет курс когда будет курс хотела сегодня мы же на раз на поболтушке вышли еще про курс говорить у меня курс старт курса 31 мая ты я так знаю что еще старт не заявила нет я даже вообще не сказала что у меня будет онлайн курс я тебе больше скажу я никому это не сказала я думаю с твоим количеством подписчиков и мастеров которые тебя смотрят и задают вопросы я думаю как только ты объявишь они с огромным удовольствием на самом деле все мастера эстетисты которые делают педикюр и которые делают маникюр и хотят перейти на педикюр с удовольствием у тебя купят твой курс и потому что курсов с руками с ногтями руки покрытия их много а именно курсов стопа и пальцы обработка гигиена с уклоном в патологию очень мало хороших курсов крайне мало так что у тебя есть все шансы зайти на рынок твоя ниша свободна мне надо чтобы ты я тебе рассказывала а ты все стряпала и делала курс у нас очень хорошо получается я тебе Жану дам я тебе открою большой секрет у меня есть дочь которая давай давай я только за говорят с первого июня можно будет в Крым летать зачем летаю ты ей МАК передай она летать не надо будет она тебе сама все сделает за МАК я буду за гора она будет рядом с МАКом все нормально слушай полети давай лучше в Майами какой Крым не сюда до Майами к сожалению не блин этот не скоро скоро ну ладно ладно тогда к нам до Майами чувствую я бледная как смерт буду ходить хорошо что моя рыбка золотая заканчиваем ну да финишеры девочки мальчики ты этот эфир будешь сохранять слушай я сохраняю все я не знаю сохраняются они или нет смотри если ты не нажимаешь когда ты закрываешь у тебя в верхнем левом углу должна стоять стрелочка вниз нет этой стрелочки то они сохраняются просто на сутки да не в актуальном а в хотя у меня стоит сохранение за ну типа фотографии но он там не остается но я думаю что это за обновление просто у меня нет обновлений я думаю в этом проблема тьма вероятно у меня есть обновление у меня не я не смогла в прошлый раз сохранить у меня закончилась память я сегодня все очистила оказывается у меня два стона миллиона видео было я попробую завтра все дела обновить и следующий эфир я надеюсь я сохраню наш у нас будет новый эфир спасибо за эфир пишут спасибо что были с нами спасибо большое кто хочет присоединяться пишите есть вопрос будем рады отвечать сегодня сейчас у нас времени много мы не работаем мы не пилим хоть мы и создаем курсы все равно вечера свободные для когда есть информация которой хочется с удовольствием делиться и сейчас это можно получить в бесплатном формате да очень рады сидит деловая в маске да я в конце тоже включу маску это мне больше всех нравится нет давай мне доллары и они будут это распыляя их на всех что скоро все пойдут на работу и будут зарабатывать миллионы долларов супер всем желаем если говорить о миллионах долларов для того чтобы они пришли и человек должен знать на что он их потратит если ему кажется что он очень легко их сможет потратить он очень сильно ошибается поэтому мои желания и хотелки не заканчиваются никогда доходы и расходы это тоже очень классная тема с которой мы тоже сможем с тобой кстати выйти ну да пишите темы любые какие вам интересны обсудим все все расскажем собственного опыта спасибо спасибо нам ответ да слышать все мы заявим также в истории и в постах так что подписывайтесь нажимайте на оповещение будьте в курсе наших событий пока пока всем пока всем пока всем пока не забывайте Продолжение следует...